Здравствуйте еще раз. Зовут меня Елена Петровская и сегодня школу по туризму провожу с вами я. О чем мы сегодня с вами будем говорить, друзья? Я не приверженец, знаете, школы старого образца, где дают вам вопросы, готовые ответы. Я предлагаю вам разобраться с самими собой и определиться с направлением, куда бы вам хотелось поехать и на что обратить внимание. Я дам вам, скажем так, такие наметки, дам вам признаки, по которым определить направление, которое вам лучше выбрать для путешествия, а вы уже все-таки разберетесь именно с названием страны, которая подходит вам наиболее всего самостоятельно. Как вам такая идея? Отлично. Итак, куда же следует отправиться в этом году, друзья? Есть ли у вас уже какие-то пожелания по отдыху? Чего душа желает? Куда хотелось бы поехать? Какая идеальная картинка? Есть какое-то представление или куда-нибудь, куда глаза глядят? На океан, Юля. Супер. Бора-бора. Какой у нас... Ну, бора-бора, Татьяна, смотрите, бора-бора – это название, а сама картинка, как она себе представляется? Потому что, может быть, то, что вы желаете увидеть на бора-бора, можно увидеть намного ближе. Понимаете, о чем я говорю? Его хочу. То есть, какие-то представления об отдыхе есть. Смотрите, ведь суть не в названии страны, а в том, что вы желаете получить от этого отдыха, правильно? Кто-то хочет увидеть океан, просто широту и простор океана. Кто-то увидеть там красивые пляжи. Кто-то архитектуру. Я об этом говорю, поэтому прислушайтесь к себе не к названиям страны или материка, а именно к тому, что все-таки душа желает, какая именно эта картинка. Вот сам настоящий отдых, как он представляется? И нарисуйте себе, это будет вам домашнее задание – нарисовать вашу идеальную картинку отдыха. Ну, когда мы собираемся все-таки в путешествие, перейдем уже больше к практике, мы должны понимать, едем ли мы самостоятельно, в какой компании мы едем. С детками или с друзьями или с кумовьями, с кем, в какой компании мы едем. Если вы летите один и покупаете пакетный тур, вы должны понимать, что этот тур будет немножко дешевле, потому что перелет за одного вы оплатите. Но все-таки, как правило, вы оплатите двухместный номер, поэтому стоит искать себе компанию. Я думаю, в нашем сообществе Don't Travel можно найти себе замечательную компанию, попутчика или попутчицу и поехать вдвоем, не переплачивая за отельный номер вдвойне. Ну и тем более будет компания. Ну хотя, если хочется, конечно, отдохнуть от всех и от себя, то, наверное, стоит и заплатить за номер для того, чтобы отдохнуть полностью душой и телом. Если вы летите с детьми, то стоит учитывать многие моменты, сейчас мы будем о них говорить. Если вы летите с компанией веселой, то, наверное, вообще у вас своя картинка какая-то этого отдыха и требования к отелю совершенно другие. Поэтому учитывайте эти моменты. Что еще важно определить? Континент. Континент почему? Потому что вы понимаете, что если вы хотите в Мексику, то вы должны понимать, сколько туда лететь. Это достаточно длительный трансатлантический перелет и готовы ли вы претерпевать неудобные кресла в самолетах и так далее. Если, может быть, вам стоит, или у вас может быть короткий отпуск, потому что, когда туристы мечтают о Шри-Ланке, была у меня такая ситуация, девушка очень мечтала побывать на Шри-Ланке, была классная цена, но у нее была всего неделя отдыха, отпуска, и она выбрала себе тур на 5 дней. Как мы не старались уговорить ее отговорить от этого длительного перелета, она сказала, нет, это моя мечта, я хочу, сейчас есть возможность. И она, конечно, полетела, она насладилась отдыхом в Шри-Ланке, но по возвращении оттуда она сказала, что все-таки стоило подождать более длительного отпуска, потому что, говорит, я еще неделю на работе отходила от перелета, это усталость, потому что, ну, представьте себе, длительный перелет, пересадки, и потом ты вынужден выходить на работу. Поэтому, все-таки, если длительный перелет в какую-либо страну, вы должны брать более длительный отпуск и больше тур, соответственно, по количеству дней, как минимум, хотя бы дней 10, лучше, конечно, дней 14, для того, чтобы и отдохнуть, и насладиться, и не так уже на обратном пути устать от этого отдыха. Сезонность. О сезонности тоже немножко, вот, дальше поговорим более подробно. Что я хочу акцентировать внимание, на чем? На сезонности. Смотрите, есть, конечно, определенные сезоны стран, куда, скажем, та же Турция, в которой сезон только начинается, зимой на побережье Турции там делать нечего. Безусловно, там море холодное, ну, как бы морской воздух просто. Если же мы говорим о таких направлениях, как Латинская Америка, либо мы говорим о Индокитайском полуострове, то есть, вот, Шри-Ланка, вся Азия, Таиланды, Камбоджи, Вьетнамы, то там есть тоже сезонность. Но, опять-таки, сезонность у нас считается, получается, со сентября до апреля там сезон. Оставшиеся полгода, грубо говоря, там считается не сезон. Но на самом деле туда перелеты есть, самолеты, чартеры летают, и туры значительно дешевле. Поэтому в межсезонье всегда, вот, в начале сезона в ту же Турцию, или в начале сезона в Грецию, или в конце сезона, туры будут всегда дешевле. Чтобы вы понимали, если вы хотите полететь в сезон в июле и в августе на Средиземноморское побережье, то вы должны понимать, что вы переплатите за то, что вы летите в самый горящий сезон. Потому что спрос максимальный в это время. Поэтому, если вы хотите сэкономить, то лучше лететь в межсезоне, или когда не совсем сезон. Если мы говорим о Таиланде, у меня девушка летала на две недели в июле, когда считается в Таиланде сезон. Прошу прощения, друзья. Так вот, по поводу Таиланда, я хотела рассказать вам историю, когда девушка летала у меня в июле в сезон дождей, так называемый, в Таиланд, на две недели. За весь период ее отпуска был один растропический дождь. Что он из себя представляет? Это 15-минутный проливной дождь. Который, ну, нельзя предугадать, в какой момент он будет. После этого солнышко, тепло и погода восстанавливается моментально. Поэтому вы должны понимать, что сезон дождей, это не всегда так страшно, как может себе представляться. По поводу фестивалей, ярмарок, каникул. Во время каникул цена возрастает. Вы можете сейчас эту тенденцию по Египту увидеть. Если Египет еще неделю назад был дешевле, то сейчас как раз период школьных каникул начался. Да, и стоимость туров сразу подросла, выросла. То есть во время школьных каникул всегда стоимость возрастает. Так как все родители стараются вывести деток на отдых. Если вы летите в страну, в которой проходят фестивали, какие-либо ярмарки, какие-либо праздники, вы тоже должны учитывать, что стоимость туров, как правило, возрастет. И по поводу длительности поездки, я вам уже говорила, что если вы летите в какое-то дальнее магистральное направление, то стоит все-таки брать более длительный период отпуска, чтобы не переплачивать за перелет, который вам обойдется недешево, а отдохнуть вы не успеете. Так, сейчас у меня слайдики разъехались. Вот, по поводу сезонности. Ну, я думаю, что это просто я выбрала такая табличка, очень яркая. Один из моих коллег бывших составил. Очень красиво и выразительно все так нарисовано зонтиками. Но на самом деле вы в гугле можете найти огромное количество вариантов этих табличек, в которых будет указано, в каком направлении, когда сезон и когда не сезон. Вы видите, вот здесь желтеньким выделен пляжный сезон. Некоторые страны не рекомендуются для отдыха, то есть стоит крестик. Некоторые страны рекомендуются для экскурсий в один период и в другой период на пляжный отдых. То есть я думаю, что не проблема у вас будет разобраться с подобными табличками и найти такие варианты в гугле. Что я хочу сказать, что вы должны знать, что сейчас открывается сезон по всему Средиземноморскому побережью. Это Греция, Испания, это Турция. Грозятся даже, я читала, что туроператоры некоторые собираются открыть Средиземноморское побережье Египта. В этом году, в июне месяц обещают быть перелеты, но пока их нету, поэтому еще рано об этом говорить. Это все побережье Средиземного моря, как я уже сказала. То есть все, что вы увидите на карте, все направления как раз в самый сезон. Адриатическое побережье или Эгейское побережье немножко позже сезон у нас начинается. То есть если мы говорим об Эгейском побережье Турции, это перелеты в Бодрум, Даламан, то там сезон начинается немножко позже, просто море прогревается немножко дольше. И Северная Греция, опять-таки это Эгейское побережье, то Северная часть Греции перелет в Салоник, если вы увидите, то там немножко сезон позже. На самом деле, конечно, летают и раньше, но просто море недостаточно комфортное. Для меня хотелось бы, чтобы оно было потеплее, потому что в апрель или в начале мая оно освежающее, скажем так. А уже к концу мая, с июня месяца начинается там прекрасная погода и прекрасное море становится. А если мы говорим о Черногории и Хорватии, то все-таки желательно, конечно, рекомендуется ехать туда вот в середину июня, не раньше, потому что море еще не прогрето достаточно хорошо. Я думаю, эту информацию... Если есть какие-то вопросы, друзья, задавайте по ходу, буду стараться отвечать, потому что я хочу пробежаться коротко по многим нюансам, чтобы вы разобрались и понимали, на что обращать внимание. По континенту и стране мы уже говорили с вами, что если мы выбираем какой-то дальний континент с длительным перелетом, то вы должны учитывать длительность перелета, особенно если вы летите с детьми. Выбирайте хотя бы, может быть, бизнес-класс для того, чтобы это было удобно лететь вам. Кроме того, вы должны, если вы едете на экскурсии или не собираетесь сидеть в отеле, а хотите поездить по стране, уточните нюансы транспортного соединения, как лучше путешествовать. Если мы говорим о Европе, там может быть и всевозможные железнодорожные соединения, там электричками можно ездить. Можно взять машину на прокат, это активно практикуется в Европе и доступно. И очень здорово отдыхать, если ты берешь автомобиль на прокат, даже на один день можно объехать большую часть континента или острова, на котором вы отдыхаете и насладиться большими вариантами пейзажей, каких-то памятников, культуры, архитектуры и так далее. Важно, конечно, когда вы летите в какую-либо страну, немножко почитайте, немножко поинтересуйтесь, не опирайтесь только на слова каких-то друзей или слова, отзывы одного из путешественников, немножко почитайте, погуглите в интернете, поищите информацию о том, какие-то традиции, о том, чего не стоит делать, что стоит делать и так далее. По поводу кухни, я хотела уточнить момент, что если вы летите в страны Азии или в ту же Индию, Шри-Ланку, то вы должны понимать, что достаточно там острое блюдо, поэтому если вы отдыхаете в отеле невысокой категории, то просите всегда, чтобы вам готовили no spice, то есть не острое блюдо без дополнительного количества специй, которые принято в странах этого региона использовать во всех своих блюдах абсолютно. Ну и безусловно, конечно, вы должны владеть немножко политической ситуацией, которая там происходит в стране, нет ли там каких-то кризисов, катаклизмов не происходит. И поэтому, друзья, так как мы все-таки клуб уже более сознательных путешественников, мы летаем благодаря Адванту по классным ценам, с хорошим сервисом, но нельзя опираться только на Адвант Тревел, ищите самостоятельную информацию, будьте в курсе дела, потому что вы, когда вы выбираете какую-либо бытовую технику, безусловно, вы интересуетесь, что вы выбираете, опираетесь на какие-то свои требования, пожелания и характеристики этой техники. Поэтому, если вы выбираете отдых, то я рекомендую также вам взять ответственность за свой отдых и побеспокоиться о том, чтобы у вас все прошло гладко и хорошо, самостоятельно в том числе, не опираться только на туроператора или наше прекрасное агентство Адван Тревел. По поводу документов, смотрите, загранпаспорт, конечно, для того, чтобы выехать за рубеж, у нас обязательно должен быть загранпаспорт. Сейчас у нас не все еще, не делаются образцы, нового образца загранпаспорта, пластиковые карточки, как многие ждали, но делаются загранпаспорта уже с чипами прошитыми, то есть мы готовимся к безвизовому режиму, которого пока, к сожалению, нет. Загранпаспорта также обязательно сейчас оформляются для детей, оформляются они с самого рождения, поэтому вы должны понимать, если вы летите с детьми, у вас сейчас возможности вклеить фотографию ребенка в загранпаспорт уже нет, нужен отдельный загранпаспорт. Он оформляется не на 10 лет, как взрослый, а на 4 года, поэтому учитывайте эти моменты, побеспокойтесь за благовременно. Ну и безусловно, дата окончания паспорта по каждой стране индивидуальной. Сейчас я дам короткую информацию по некоторым из стран, но когда вы летите в какую-то страну, о которой мы сегодня не поговорим, узнайте информацию, какая длительность паспорта у вас должна быть для того, чтобы вам разрешили въезд в ту или иную страну. Обязательно, когда вы летите в какое-либо государство, даже если у вас срок действия паспорта достаточно большой, но у вас там уже проштампованы визами все странички, обязательно у вас должна быть как минимум одна по некоторым странам, даже две странички, то есть разворот паспорта должен быть свободен, для того чтобы вам поставили отметку о въезде и отметку о выезде из страны. Поэтому путешественникам, которые часто летают и путешествуют в разные страны, приходится часто менять паспорта, даже в случае, если они все еще действительны. Андрей Зник. Будут ли мероприятия в Днепропетровске? Андрей, обратитесь, пожалуйста, к своим высшестоящим спонсорам и уточните. Я, к сожалению, не владею информацией по Днепропетровску. Я знаю, что в ближайшее время мероприятие у нас в Харькове 1 апреля и 8-9 в Киеве. Пока то, что в ближайшее время у нас намечено. Если вы летите в страну, в которой требуется оформление визы, то что нужно учесть? Вам необходимо учесть время оформления, которое потребуется на то, чтобы вы получили визу. То есть если мы говорим о шенгенских странах, то как минимум это 2 недели, может быть, в сезон, это даже больше. То есть вы уточняете эти моменты в момент бронирования обязательно. Если у вас открытая шенгенская виза, то, конечно, вы смело можете путешествовать хотя бы по горячим турам, то есть с вылетами сегодня или завтра. Процесс оформления, что я имею в виду? То есть вы должны понимать, какие документы потребуются от вас. Если вы летите, ну, как правило, очень много вопросов возникают у людей по оформлению визы в страны шенгенского соглашения, потому что достаточно большой перечень документов и банковских справок, и справок с места работы, поэтому удостоверьтесь заранее, сможете ли вы собрать все виды справок на всех путешественников, чтобы не было потом ситуации, что тур запронированный подтвержден, а у вас возможности собрать документы нету. Поэтому немножко заранее, до бронирования тура, уточните перечень документов и ваши возможности в сопоставке. Пока еще без визового режима нету, поэтому приходится собирать на документы таким образом. Но если мы говорим о визах, которые оформляются в электронном виде, то есть электронные визы, ее необходимо обязательно с тобой распечатать. Ее недостаточно взять в электронном виде, потому что она у вас на паспортном контроле в стране пребывания должна быть уже распечатана в виде. Не забывайте, если мы говорим Эмират, Кипр и так далее. Ну, здесь вот я вам подобрала безвизовые страны и требования длительности паспортов. Это не все страны, в которые Украина может летать без виз. Жители Украины могут летать без виз. Это, скажем так, наиболее популярные, те, которые пользуются спросом и в которых у нас близится сезон. Как правило, у нас все страны требуют, очень многие страны требуют длительность паспорта еще 6 месяцев. То есть, смотрите, если вы бронируете тур в апреле, на июль, например, по раннему бронированию, то вот с момента, скажем так, с 1-го по 10-го июля, то с 10-го июля у вас должен быть срок паспорта еще 6 месяцев. То есть не с апреля, не на момент бронирования, а именно на момент вашей поездки, чтобы вы это понимали. То же самое касается стран Шенгена. Как правило, там требование к заграну паспорта длительность 3 месяца на момент выезда из страны. То есть если вы планируете поездку на май месяц, то вот и у вас она с 1-го по 5-е мая, то с 5-го мая, начиная, вы должны отсчитать ровно 3 месяца, 90 дней, и чтобы у вас, ну, чтобы у вас, вам оформили визу. В противном случае вам просто не возьмутся оформлять визу. Ну вот такая вот короткая подборка стран. Смотрите, актуальная у нас Турция, наверное, 6 месяцев, срок действия паспорта должен быть. Грузия 3 месяца, Албания 6 месяцев и так далее. Это страны безвизовые, в которые вы можете летать без визы, но требования к паспорту присутствуют. Есть ряд государств, в которых у нас виза выставляется по прилету. Если мы говорим о том, что в Египте, то вы в Египте оплачиваете рапортовый сбор, или как они называются в разных государствах, не имеет значения, но вы за визу платите 20 долларов в настоящий момент. С 1 июля виза должна повыситься в стоимости и будет стоить 60 долларов. Вроде бы так заявлено. Как оно будет, будем смотреть далее. И Ордания тоже виза по прилету у нас оформляется, Мальдивы, Таиланд и Тунис. По Таиланду хочу уточнить такой момент, что вы можете оформить визу по прилету, если вы летите туда на срок не более 15 дней. То есть 14 ночей, 15 дней, если у вас тур, то вы можете визу по прилету. Если вы летите в более длительный тур, то вам нужно оформлять визу заблаговременно, то есть находясь еще в Украине. Вот такой момент. Тунис виза бесплатна. Была информация, что пока не будет повышаться стоимость визы Египта. Да, Юля, совершенно верно. Просто, если помните, ситуация была такая, что чуть ли не 29 февраля сообщили о том, что с 1 марта будет повышаться стоимость виз. Потом эту информацию опровергли и сказали, что стоимость виз все-таки будет повышаться позже. Ну, я же говорю, что пока сказали, что с 1 июля. Как будет дальше, будем смотреть. Может быть, пересмотрят. Ситуация в Египте пока очень сложная. Вы знаете, что туда запретили въезд россиянам, и поэтому очень многие отели претерпевают кризис серьезнейший. Поэтому туристическая отрасль на грани банкротства в Египте. Таким образом, они пытаются повысить какой-то баланс финансовый в этой финансовой прорезе. Электронная виза. Электронная виза, она оформляется в электронном визе. Извините за тавтологию, но так оно и есть. То есть вы заполняете анкету в электронном визе. Это распространяется на такие страны, как Индия, Кипр, Мексика, Сри-Ланка и Арабские Эмираты. То есть вы должны побеспокоиться о том, что, опять-таки, оформление визы требует какое-то время, иногда 4-5 дней. То есть вы должны учитывать эти моменты. Если у вас нет открытой визы в Эмирате, то завтра вы не сможете вылететь в тур, насколько бы интересной цена ни была, потому что требуется оформление визы. Вы должны уточнить, сколько необходимо на оформление визы по тому или иному направлению у того туроператора, которого вы планируете бронировать. Шенгенская виза. Понятно, что она оформляется для всех стран Шенгена. Может быть, она как однократный, так и многократный въезд. Вы знаете, что визы различаются по количеству въездов и по длительности. То есть если у вас однократная виза на месяц, то это не значит, что вы можете трижды в течение месяца летать в разные страны. То есть вы один раз можете только въехать и один раз выехать. Можете на территории стран Шенгена находиться целый месяц. Если у вас мультивиза, многократная виза, то в таком случае, конечно, вы можете неограниченное количество раз приезжать и выезжать за пределы стран Шенгена. Есть также еще государства, которые разрешают въезд на свою территорию по Шенгенским визам. Из актуальных, в преддверии сезона которых мы сейчас находимся, скажем так, Болгария, обычно мы оформляем национальную визу. Если же у вас есть открытая Шенгенская виза, вы можете смело путешествовать в Болгарию по открытой Шенгенской визе. Они с удовольствием вас примут. Киев. Опять-таки вам не потребуется оформление электронной визы, если у вас есть открытая Шенгенская виза. Даже Хорватия принимает, Албания. Хотя Албания у нас также визовая. По Андорре должна быть у вас как минимум двухкратный въезд. Если однократный, то в Андорру вас не будет, потому что вы будете на территорию Андорры влетать через страны Шенгена. То есть вы должны там дважды пересечь эту границу. Так. По визам вопросов нет. Правильно я понимаю? Ну, собственно говоря, это все, друзья, на что я хотела вас ориентировать, на что обратить внимание по тем или иным направлениям. Какие у нас вопросы остались неоткрытыми? Скажите мне, пожалуйста, какие вопросы нерешенными? И есть ли какое-то видение у вас уже, куда хотелось бы полететь в этом году? Куда планируете лететь? Поделитесь. Никто никуда не планирует. Все уже отдыхают. Суббота. Правильно я понимаю? Все готовятся к семинару, но никак не к отдыху. Ребята, если вопросов нет, то надеюсь тогда, что информация... Андрей Днепр, Грузия. Что Грузия? Грузия – прекрасная страна. Эмираты. А, я поняла. Вы определяетесь, куда хотите полететь. Отлично. Татьяна, Эмираты. Когда будут туры в Европу? Наталья, я, к сожалению, не компетентно, неуполномоченно объявлять каких-либо инноваций в плане новшеств на нашем портале, когда-то будут. Как обещано было, до двухлетия компании все у нас будет. На данный момент пока их нет. Но вы знаете, что вы можете забронировать автобус... Если вы имеете в виду автобусные туры в Европу, экскурсионные, то вы можете забронировать по партнерской скидке через нашу компанию Advantravel любой из автобусных туров, представленных на сайтах туроператоров. Когда обычно крайний срок подачи документов на Шенген за даты выезда? Татьяна, я бы не хотела вас дезинформировать, в среднем это две недели. Но, опять-таки, это очень индивидуально, в зависимости от страны, ну, от визы, от центра, его загруженности и от сезона. Если мы говорим, в прошлом году, вот в Польше там был какой-то колоссальный бум, нельзя было вообще попасть на запись там за месяц. Поэтому уточняйте все моменты именно по той стране, которая вас интересует, уже ближе к дате вылет. А сейчас пока еще в визовых центрах нет аншлага, и спокойно все оформляется в пределах сроков от двух недель и более. Ну, как правило, в течение двух недель оформляется виза. То есть крайний срок подачи там за 14 дней до вылета. Но я говорю, что в сезон вам нужно уточнять эти моменты обязательно, потому что часто бывают в визовых центрах сложности какие-то. Эмираты. Когда лучше? Когда лучше лететь, Люся, или когда лучше оформлять визу? Что имеется в виду? Ну, смотрите, в Эмиратах июль-август считаются очень жаркими месяцами. Там до 40 градусов температура воздуха. И даже в августе многие жители Эмиратов покидают страну и едут в более прохладные европейские курорты. Но, тем не менее, молодежь часто у нас туры в июле и в августе пользуются популярностью у молодежи здоровой, которая вынослива и легко переносит жару. Потому что туры значительно дешевле. Я уже говорила, когда не сезон или в межсезонье, но есть у нас туры, всегда туры будут очень интересными по стоимости. Дорого ли лететь в Грузию? Андрей, посмотрите, пожалуйста, на нашем портале те даты и тот месяц, который вас интересует. Потому что Грузия... Я не могу вам сказать, что сегодня Грузия по 5, завтра по 3. Знаете, в старом анекдоте. Сри-Ланка, когда лучше, чтобы не сезон дождей? Юль, ну, вот апрель, собственно говоря, последний месяц, а потом уже начинаем где-то с октября. Считается не сезон дождей. Лететь в Эмираты? Люся, как я уже сказала, июль, август считаются жаркими, нежелательно лететь, а вот начиная там с сентября, там уже чуть-чуть, я не скажу прохладнее, но более-менее комфортная температура. Если все-таки вы сложно жару переносите, то начиная опять-таки с октября месяца, вот где-то по апрель, май можно лететь. Если мы говорим, вот там январь, февраль, там проходят большие распродажи, поэтому в январь, февраль часто иногда наблюдается рост цен натуры, потому что многие шипоголики едут туда за брендовыми вещами. Поэтому смотрите сами, отслеживайте эти вещи. Если загранпаспорт чистый, когда вы посоветуете поехать первый раз, чтобы не было проблем с визой? Михаил, ну, достаточно, во-первых, без визовых стран, достаточно стран, где есть электронная виза, если мы говорим просто о летнем курортном отдыхе. Если вы говорите все-таки о странах Шенгена, и вы хотите создать себе визовую историю, то, ну, скажем так, летите в Грецию, может быть, Испания, смотрите по документам, которые вы сможете собрать. Это достаточно лояльное консульство, туроператоры в хороших с ними отношениях, как обычно, и оформляют визу, в принципе, нормально открывают визу. Небольшой у них процент отказов в визах. Поэтому создавайте визовую историю вот таких более лояльных консульств, если мы говорим о странах Шенгена. Друзья, я вас также благодарю. Хорошего субботнего вам дня, прекрасного настроения, замечательных вам поездок, всего вам доброго. В Одессе можно ли визу в Испанию получить? Так, там, честно, не владею информацией по Одессе, если необходимо, я уточню. Я думаю, что возможно. Ну, как бы из любого города можно оформить визу, просто именно процессом, как происходит это именно из Одессы, я не владею. Если необходимо, можно уточнить, и я вам отвечу где-то в чате. Все, друзья, всем хорошего выходного, всего доброго. До свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова